Жителям Архангельска приходят странные смс-ки от водоканала, в которых им предлагают записаться на установку водосчетчиков. Сообщение людям напоминает, что водомеры нужно установить до 1 января 2015 года. Многие сразу спешат звонить и записываться на установку. Однако предприятие водоканал не занимается рассылкой смс и установкой счетчиков. Кто же тогда отправляет сообщение, попыталась выяснить Юлия Майданова. Жителю Архангельска Денису Колтовому на днях на телефон пришло сообщение от водоканала. Денис сильно удивился. С предприятием он никогда не обменивался смс-ками. В сообщении предлагали установить счетчик на воду. В ней было указано, что от нашего дома поступила коллективная заявка на установку счетчиков. И предлагали по указанному телефону записаться на установку. Как вы поступили? Я связался с представителем водоканала Сергеем Пономаревым. Он подтвердил, что рассылкой таких смс не занимаются. Что это за водоканал, непонятно. Название написано латиницей. В реально существующем Архангельском водоканале говорят, от жителей города поступило уже много жалоб на подобные смс. На предприятии возмущены тем, что некая фирма использует их имя. Ведь многие люди, увидев в строке отправителя знакомое название, спешат звонить именно в эту компанию и записываться на установку. А берет за свои услуги эта фирма дороже средней цены. К нам обращались граждане, которые пользовались услугами подобных компаний. Они показывали, как устанавливаются такие водомеры. Это с точки зрения технической вообще неграмотно сделано. Более того, были случаи, когда водомер устанавливался таким образом, что он просто не работал. Устанавливали водомеры так, что посмотреть показания их просто невозможно физически. Водоканал вообще не занимается установкой водомеров. У предприятия заключены договоры с несколькими фирмами, которые устанавливают счетчики и посылают данные в водоканал. Но смс на телефоны эти легальные фирмы также не отправляют. Мы позвонили по одному из телефонов, с которых людям приходит сообщение. Вы от водоканала работаете? Мы работаем вместе с ними по реализации федерального закона 261-го. А вот мы сегодня ездили в водоканал, нам сказали, что у них нет с вами договора, и они не имеют к вам отношения никакого? Так как договора не должно быть никакого, мы производим установку, они ставят пломбу. А почему? Вот у вас в смсках написано «водоканал»? Это просто сторонняя организация занимается рассылкой. Почему именно они написали водоканал, к сожалению, я не могу вам сейчас сказать. Я не знаю. В этих сообщениях людям говорят, что в соответствии с федеральным законом все должны обязательно установить водосчетчики до 1 января 2015 года. Это действительно так, но штрафные санкции за несоблюдение этого правила не предусмотрены. Гражданин просто будет платить по большему тарифу. Чтобы установить счетчик, жилец может обратиться в любую фирму и даже поставить его самостоятельно. Главное – сделать это правильно. Так что, получив такую смс-ку, не стоит спешно записываться на установку. А в водоканале заявили, что собираются вычислить адресанта. Вы знаете, что они намерены в прокуратуру обращаться с жалобами? Хорошо, пускай обращаются. Это их право. Никто не будет оскорить их решение. Кстати, без согласия абонента фирмы не имеют права отправлять рекламу на телефон в смс-сообщении. Так что здесь нарушение закона налицо. Юлия Майданова, Виктор Коноплев, Александр Кузнецов. Новости 24. Архангельск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова